всем привет я рада вас видеть на своем канале решила начать видео сразу с показа блюд сегодня как вы поняли у нас итальянская кухня и решила я выбрать конечно же необычные блюда не какую-то пасту пиццу которую все и так знают а попробовать что-то новое я думаю это все-таки интереснее смотреть делать какие-то выводы о национальной кухне вот поэтому я приготовила сегодня достаточно необычные блюда это чесночный суп в рецепте было написано что это вообще для гурманов я не знаю понравится нет или нет но сейчас буду пробовать также салат пиколини он там с колбасками копченый с такой традиционной заправкой итальянской и апельсиновый торт вот и буду я конечно же пробовать супа начинать вообще по рецепту нужно было сухарики делать самой я не захотела запариваться потому что вот эти сухарики они очень классные для супов для салатов думаю хватит короче готовила я сегодня опять весь день как и грузинскую кухню в принципе про италию сразу хочу сказать что это одна из моих любимых кухонь я обожаю пасту пиццу ну вот такие блюда какие-то прям супер необычные я не пробовала равиоли еще я люблю вот так что сейчас попробую новые для меня блюда итальянские и посмотрим все-таки вся кухня мне нравится или нет что входило в этот суп скажу вам много лука лук порей лук репчатый много чеснока очень много чеснока одна картошка сливки ну и по мелочи всякие приправы вроде все назвала давайте пробовать скорее когда я выбирала рецепт у этого супа было написано в описании что этот рецепт для гурманов не знаю какой я гурман но мне очень нравится этот суп я уже его попробовала несмотря на то что в состав входило очень много чеснока лука его почти здесь не чувствуется он настолько утонченный этот суп действительно как будто для гурманов очень специфичный но очень вкусный как бы он со стринкой но при этом он нежный не знаю как это и вообще он делается блендером но это не суп пюре то есть у него консистенция жидкая вот все что в принципе я могу наверное о нем сказать до этого я итальянские супы вообще не пробовала ни один ну может быть я конечно забыла что-то но по моему нет и это первый суп и я его готовила сама и мне он очень понравился ставлю десяточку твердую с каждой ложкой когда его ешь в горле становится все острее и острее но при этом остроту ты как-то кому не чувствуешь это очень необычное чувство я не знаю с чем его сравнить но оно такое классное мне нравится этот суп прям советую если вы любите экспериментировать готовить какие-то новые блюда и вообще любите итальянскую кухню то обязательно попробуйте этот суп приготовить я оставлю ссылку в описании готовится он реально легко получается очень необычно кстати когда я собиралась записывать видео с итальянской кухни решила прочитать какие-нибудь интересные факты про эту кухню чтобы поделиться с вами ночью сидеть молча чтобы ли нужно что-то рассказывать в общем я узнала что в италии есть более 500 видов пасты вы представляете более 500 видов даже многие итальянцы все виды не знают это так много вообще это все равно что знать там все салаты русские это с ума сойти можно что я еще хотела рассказать какой интересный факт что в год итальянцы съедают 25 килограммов пасты 25 килограмм это примерно они раз в 3-4 дня едят пасту этот суп мне правда понравился я не поменяла мне мнение как например в грузинской кухне я сначала сказала одно одному блюду потом в в конце сказал другое здесь ничего не поменялось поэтому десятка как было так она и остается давайте теперь пробовать салат этот салат как бы делается слоями называется он пиколини пиколини он называется из-за вот этих колбасок так здесь вот такие колбаски копченые маленькие и выкладывается он слоями ну конечно же нужно перемешать в итоге перемешала у меня трава была сначала на дне теперь она вся сверху стала кстати что я вот мешаю и думаю я в прошлом видео в первом выпуске сказала что буду делать какие-то выводы по национальной кухне и говорить как я заметила какие продукты чаще всего встречаются в данной кухне и про итальянскую кухню я на сто процентов могу сказать что это конечно же сыр пармезан он в этом салате тоже встречается потом чеснок и конечно же наверное это оливковое масло в принципе у меня наверно три вот этих ингредиента больше всего ассоциируется с италией вот так что это оливковое масло пармезан и чеснок у меня такие ассоциации смешаю сейчас этот салат и вижу что маловато заправки я сделала не знаю сейчас отлучиться и сделать еще заправку или уже так попробовать потому что заправка там замороченная там нужно оливковое масло смешать табаско лимонный сок и прованские травы как думаете делать еще заправки нет не буду я короче делать потому что я уже и так устала в принципе для дегустации я сейчас какие-нибудь возьму места кусочки салата где присутствует эта заправка вот и попробую скажу вам знаете вот я выбрала сразу три кухни наперед на неделю чтобы уже купить все продукты сразу для всех этих блюд я блюдо все заранее продумывала и я могу как бы выбирать из этих трех могла по крайней мере на неделе выбирать в какой последовательности мне какую кухню готовить и вот такое ощущение что у меня это прям по настроению как-то происходит вчера была грузия поза вчера точнее и мне прям такое настроение было прям я даже видео мне кажется разговаривал по-другому а сейчас сегодня у меня настроение такое прям венеция италия спокойное такое вот ну хотя в принципе тут так 50 на 50 потому что италия это все-таки ассоциируется с такими горячими людьми которые там громко разговаривают но у меня такая больше интеллигентная италия настроение вот салат положила напоминаю что называется пиколини сюда в состав значит входит какая-нибудь зелень салат или айсберг потом красный перец помидоры черри сыр пармезан вот эти колбаски и заправка в принципе все еще был совет украсить сверху кедровыми орехами но я орехи эти не нашла ближайших магазинах короче пробую в этом салате ничего необычного нету наверное малые заправки сделал потому что она прям очень специфичная возможно тогда бы все поменялось кардинально возможно я сейчас позже будет андрей кушать он просто не любит когда я снимаю там сами снимается но наверное я при нем буду уже напиток пробовать и вот этот торт чтобы нам двоим сразу напиток сделать вот и тогда я уже добавлю сюда еще побольше заправки и попробую еще раз но сейчас у меня впечатление что это абсолютно какой-то обычный салат ничего необычного вкусный обычный салат по подаче напоминает цезарь какой еще интересный факт вспомнила про италию что у них очень мало ресторанов национальной кухне то есть они настолько любят и преподносит всем иностранцам свою кухню что у них большинство ресторанов именно итальянской кухни например какой-то зарубежный у них очень мало у нас в россии наоборот на каждом шагу итальянская грузинская японская короче вот этим италия отличается как вы могли заметить я сегодня без очков надела линзы специально чтобы нормально снимать чтобы мои глаза было видно короче насчет салата пока не понятно пока не буду оценку ставить все пошла готовить напиток звать андрея и дальше встретимся уже дегустации десерт и напитка смотрите какую красоту я приготовила эти напитки называются бичерин это горячий шоколад это кофе очень крепкий дальше либо взбитые сливки либо молоко и тертый шоколад в общем намучилась я знатно вот здесь меньше кофе здесь больше все у меня текло там нужно аккуратно наливать чтобы не смешались вот эти слои короче выглядит классно но мне кажется что этот напиток будет горький за счет того что вот это кофе очень крепкий посмотрим в общем сейчас вот этот еще пирог порежу смотрите там такой апельсиновый крем я очень долго возилась опять сегодня над всей этой готовкой в общем давайте пробовать давай оценку супу а я 10 до короче я добавила сюда еще заправки но мне кажется все равно это не спасло салат просто простоватый какой-то ну ничего необычного поэтому я наверное поставлю 8 обычный салат мой салат короче неплохой и не прям супер пупер тебе как дай ложку отложу что-то да колбаски я мало порезала то мне казалось что много я тоже думаю что он цезарь похоже вот цезарь это какой национальный салат чей я тоже не знаю сейчас начнется самое интересное мне кажется самое интересное пробовать десерт потому что это реально прям очень новое что-то особенно то пахлава было для меня просто пыткой в готовке сейчас это апельсиновый торт тебе рассказываю апельсиновый торт с апельсиновым бисквитом и апельсиновым кремом одни апельсины он такой мягкий наверное мало крема Не видно там, да? Видишь? Пробуют. Как будто мало сахара в креме. На вкус, как в детстве, было какое-то лимонное печенье, какое-то такое бабушкиное лимонное печенье, вот прям очень похожий вкус. Давай, пробуй. Мне нравится. Вкусно. А вот этот напиток я уже вам сказала, это называется бичерин. Внизу горячий шоколад, потом горький кофе, сливки и шоколад. Я не знаю, нужно его мешать или нет, но по логике, да? Как его пить? Ну, по крайней мере, подается, но обязательно вот так, чтобы слои были. Нужно наливать аккуратно по кончику ножа, чтобы не смешалось. Но пить, я не знаю, наверное, надо мешать. Да, ложь? Мне кажется, будет горько. Горько. Ну. Для меня вот очень горький этот напиток. Хотя я добавила сверху молочный тертый шоколад, надо было еще и горький шоколад сверху, но мне кажется, те, кто любит кофе, наверное, понравится. Вот Андрей любит, сейчас он попробует, скажет. Насчет этого пирога, крем все-таки тут недоработанный какой-то, мало сахара, что ли, я положила, либо цедру плохо процедила. Какая-то немножко горечь есть, но бисквит очень такой апельсиновый, ароматный и вкусный. Вот этому ставлю 5 из 10, потому что я не люблю вообще горькое, да и кофе-то не очень люблю. А пирогу ставлю 8 из 10 из-за крема, но это, скорее всего, моя вина, то что я мало сахара, что ли, добавила, хотя все делала по рецепту, но такой пирог я бы повторила, только добавила больше сахара в крем. Короче, напиток нам двоим вообще не понравился, хоть Андрей любит кофе, прям он даже без сахара может кофе пить, но вот этот не понравилось. Прям супер горько, туда экспрессо входит, вот эта прослойка из кофе, это экспрессо, и там очень много кофе было. Наверное, половина кофе и половина воды, вот столько там кофе было. Если именно брать вот эти блюда, то я, наверное, 7 поставлю, 6-7, потому что напиток вообще не удался, пирог чуть-чуть не дотягивает, салат какой-то обычный, да, и только суп какой-то прям классный, необычный, 10 из 10. А вообще, если брать в целом итальянскую кухню, то я 10 поставлю, потому что это моя любимая, а ты? Да, если брать пасту, пиццу, то 10. В общем, такой выпуск получился. Пишите в комментариях, вам понравилось все больше про Грузию выпуск или вот такой, где я просто сидела и ела. В общем, ждите следующий выпуск, совсем скоро он уже выйдет. Продолжение следует...